12 июля в одном из залов Измаильской картинной галереи открылась персональная выставка известного художника, тонкого мастера акварельной живописи Александра Телелыма. На вернисаже присутствовали истинные ценители высокого искусства, коллеги, друзья художника, который уже долгие годы живет и работает в Болгарии. Саша, конечно, необычайно талантливый человек. Мы прекрасно понимаем, что он представляет нашу Украину, наш город достойно. Художник – это непредсказуемый человек, необычайный фантазий, совершенно с каким-то необычайным духовным миром, и поэтому, конечно, мы не только восхищаемся ними, преклоняемся, мы гордимся ними и хотим, чтобы они были удачливы и счастливы. Во-первых, это моя гордость. Я горжусь. Это действительно мой ученик. И работы его каждым годом, когда он прибывает, приезжает ко мне, ну, Измаил, показывает свою работу, каждым годом они все осложнения, все неподсказуемые. И вообще это фантастика, понимаете? И словами описать какую-то работу, значит, это упростить, это невозможно, это необъяснимые вещи, понимаете? Это рождается, я не знаю, дай Бог ему здоровья, удачи и дальше, и выше, и так далее. Мы видим, что его друзья, с которыми пришли учителя, все мы радуемся его успеху. И мне кажется, вот эта радость и вот эта сегодняшняя погода у болгар принято, когда начинается какое-то дело, приходят молодые в дом, выливают воду, чтобы у него шло как по воде. И видите, сам Господь так устроил, что сегодня выставка началась с хорошего дождя. Так что я бы хотел пожелать Измаилу, всем нам и Саше урожая. Совсем недавно мы все вместе открывали большую персональную выставку большого художника, который сейчас рядом с нами. И вот сейчас, проходя через залы, где висят его работы, мы попадаем в зал, где висят работы его ученика. Меня как чиновника от культуры радует то, что у нас есть преемственность явления. Радует то, что наши художники не остаются творцами в башне из слоновой кости. Что они живут рядом с нами, что они воспитывают то, что уже получило название из мыльской школы. Великий немецкий Фаенгейн говорил, что мысль — это невидимая природа, а природа — это видимая мысль. Так вот мысли, которые отражены в этих работах, мне кажется, настолько глубокие и утонченные, ну как само творчество Саши. Воображение — это вообще глаза души. Саша настолько глубокая душа, смотришь, как вы имеете работу, думаешь, не с какой легкостью как будто бы сделан. Знаете, как морской такой легкий бриз. На самом деле у них столько труда, а самое главное — таланта. Но каждый раз, включаясь в творчество, мы, конечно же, получаем не просто наслаждение, а именно это настоящий праздник искусства. Поэтому за тебя, за твоих учителей, но самое главное — сегодня праздник твой. В гости к Александру Тылылыму специально на открытие его очередной выставки приехали друзья из Москвы, известные в России художники Алексей Кронюков и Лиля Гитаулина. Алексей — автор искусства мозаики, также работает в жанре современной иконописи. Лиля — великолепный живописец. На своем пути он художник, который много изучал всегда, сталкивался с разными культурами, с христианской традицией, христианской культурой, и с Востоком, с Исламом, с дальневосточными культурами. И отовсюду он что-то брал, брал красивое для себя. Тема Востока и Запада, она очень интересна, очень актуальна сейчас. И у него вот это переклетение и такой акцент на вот этих размышлениях, он очень сильный. И когда человек употребляется вот в эти понятия, это всегда очень вызывает сильный импульс для размышлений, для чувства. Я считаю, что здесь огромное поле для дальнейших, для дальнейших этих. Для меня, говорит художник, любая работа — не самоцель. Главное — достичь гармонии в себе. И чаще всего это достигается, когда я пишу или рисую. То есть все, что художник создает, он делает от души. Он живет своим творчеством. Выставка «Аква-Инкогнито» Александра Тайлынова приглашает нас в царство прозрачной, сказочной акварели. Работы насыщены светом и воздухом. Идея написать мысль не только, чтобы это был текст, а чтобы рождался какой-то пластический образ, который являлся отпечатком тех эмоций и тех чувств, которые ты видишь во время, когда чувствуешь время, чтение этого, это повторение. Чтобы это было сделано так, как будто вся эта фраза не состоит из отдельных букв. Но мне всегда хотелось сделать что-то подобное. Я рада, довольна, что есть у меня такие сыновья и дочка, которые тоже закончили, когда ими работают. Мне кажется, что все они талантливы. Не знаю почему, но может быть потому, что люди восхищаются ими. Для Александра характерен и интересен всплеск. Получилось или не получилось, это художник решает уже потом, когда его опытный глаз определяет самые лучшие из всей серии. А серии состоят из 30-40 работ. Ведь он работает в технике а-ля прима, то есть за один прием, не дорабатывая через время. Произведения художника представлены в галереях, частных коллекциях Испании, Франции, Германии, Польши, Израиле, США. Это уже четвертая персональная выставка Александра Телелыма в Измаиле. Каждый раз встреча с его утонченным искусством в событии. Инна Федорова, Юрий Слободяны для местных новостей.